Мы будем верою и правдою служить России! Музыка отважных и влюбленных в родину. Марш, прощание славянки, народные мотивы и песни из кинофильмов. Четыре военных духовых оркестра показали в Щучье не только мастерство, но и выдержку. Ведь играть и делать танцевальные строевые элементы, не теряя при этом звучание, очень тяжело, признаются музыканты. В роли командира музыкального отряда – дирижер. Григорий Конушкин, родом из Москвы, не раз принимал участие в фестивалях духовых оркестров Европы. Поселок Плановый прибыл по распределению. Своими подчиненными лейтенант доволен. С военными людьми проще организовать их. Но музыканты, они тем самым, они все равно тоже творческие люди, которые в своем плане индивидуальны. И с ними сложно работать. Военные, они скомандуют там, равняются мирно. Все по командам, все четко слажено. По словам советника губернатора Владимира Усманова, успехи духового оркестра в поселке Плановый радуют. Но военной музыки в Зауралье должно быть больше. Ну я скажу, что мы стараемся. При Кадетской школе-интернат в Куртамыше уже создан духовой оркестр. Даже ставку мы пробили. В Шадринской, Кадетской школе-интернат, который будет в свой оркестр. Ну и я думаю, районы проникнутся. Проигравших нет. Все коллективы военных оркестров наградили благодарственными письмами. Организаторы конкурса смотра уверены, имена этих музыкантов могут прогреметь на всю Россию. А может, среди них стоит второй Агапкин, который сочетит такой же по гениальности марш, как «Прощание славянки». Мы откуда знаем? Когда он будет выступать где-нибудь в лучших консерваториях мира, он скажет, «Вы знаете, я задумался о том, что я хочу стать музыкантом, стоя на площади в Щучью в День физкультурника в 2011 году». За семью печатями. Будни военных оркестров надежно укрыты за стенами казарм. Репетиции по строгому армейскому распорядку. Кстати, военные оркестранты единственные, кто обязан знать весь репертуар наизусть. Ведь маршируя, нельзя переворачивать ноты. Здесь, на базе войсковой части поселка Плановый, проходят репетиции сводного оркестра четырех войсковых частей. Всего 56 музыкантов. Многие – выпускники престижных музыкальных школ и училищ. Клорентистам и трубачам переучиваться не пришлось. А вот баянисты и гитаристы ради оркестра овладели игрой на духовых инструментах. Впереди у музыкантов в форме выступления на фестивале в Екатеринбурге, посвященном 300-летию военно-оркестровой службы. Михаил Алимов, Кристина Волковинская, Денис Мазин, Александр Немков. Телекомпания «Регион-45».